Здравствуйте, друзья! У нас сегодня два Санта Клауса из Санта Круза. Санта Круз это место, где любят Санта Клаусов, они здесь охотно проживают, приезжают в гости. Вот у нас сегодня в гостях два Санта Клауса. Представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Рома, я из Казахстана, мне 12 лет и я в шестом классе. Меня зовут Катя, я сестра Ромы, мне 15 лет и я учусь в девятом классе. Значит, легко догадаться, что тоже из Казахстана. Да. Так, давно ли вы из Казахстана? Уже сколько? Полгода. Ну, пять месяцев. Почти полгода. То есть, вы по грин-карт лотереи или как-то еще? Нет, мы сами решились. И при Паяполе. Хорошо. Значит, вы... Это место заставит многих заинтересоваться, вызовет интерес. У нас сегодня тема, на самом деле, даже не столько новогодняя и там иммиграционная, а тема у нас, как вообще в школе в американской? Очень классно. Подождите, это общая оценка. А вы давайте в конкретику. Давайте в шестой класс, значит, пойдем. В каком классе ты учился там? В Казахстане? Да. Я учился в пятом классе и потом в конец пятого класса мы переехали в Америку и я уже начал шестой класс в Питерсон Миддлс. Это город какой? Санта-Клара. Окей. Так. А девятый класс у меня у нас? А я сейчас учусь в пятом классе, в Гилкокс High School, это в Саннибелле. Ну хорошая школа? Она получается девять из десяти. То есть хорошими рейтингами? А вот эта? Она где-то восемь из десяти, ну почти девять. Ну это неплохо все. На самом деле, когда вы начнете уже так смотреть и сравнивать предметы, то там восемь, девять, десять разницы есть, и даже семь. Это все хорошие школы. Ладно. Давайте вот по существу. Вот скажем, пятый класс там, шестой класс тут. В чем фундаментальная разница? Вот допустим, вот ребята спросят тебя оттуда, да? Где вы? В Алматы жили еще? Да. В Алматы есть? Спросят из Алматы, а в чем, собственно, главная разница? В чем? Ну главная разница в чем? Это в детях, в классах, как учителя к тебе относятся, и то же самое, как мы к учителям относимся. И еще вот некоторые студенты, они прям стремляются учиться, а не то, как наши вот так вот сидят, математика. А вот американцы, они прям сидят и хорошо слушают. То есть разница буквально во всем? Да. То есть вообще не как? А почему? Да, ну хорошо, а что дети? Ну они, чем отличаются дети? Дети, вот самое главное, дети не матерятся. Потому что у нас в школе в Алматы почти каждый это делал, а тут вообще никто не делает. То есть получается, не материшься, уже лох. Да, хорошо. Так, а они что матерились? У них родители дома матерятся? Почему так в школе? Ну, я к ним не подходила, не спрашивала. Так, хорошо, а учителя тоже матерятся? Нет, учителя не матерятся. Ну, учителя, они, знаете, они какие-то, ну, иногда чуть-чуть крейзи, потому что один раз нам по математике учительница рассказывала, как появились фиты и футы. То есть в Великобритании там придумали фит. А, блин, нам нужно, нам нужно передумать фит. Поэтому мы возьмем ногу короля и замерим ее. То есть получается, нога короля была 30 сантиметров, значит фит будет 30 сантиметров. Фит, да? Фит, фит это много сразу. Да. Хорошо, фут. То есть это была нога именно короля. Да. А если король умирал, то опять новую ногу короля брали и замеряли. То есть величина фута менялась. Да. То есть правильно было бы «the» фут. Угу. И знаете, как она нам это показывала? Так, Вильям, или кто там был? Нам надо замерить фут. И она взяла на мою парту вот эту ногу поставила. У меня там парта вообще почти сломалась. Она взяла линейку и начала замерять свою ногу. Я так понял, что это в Америке происходит. А, я сначала думал, что они в Казахстане везде. Нет, они здесь. Да. Я понял. То есть они, можно сказать, лицедействуют, то, что называется. Они так как бы цирк такой устраивают. Хорошо, хорошо. Все-таки дети. Давай к детям вернемся. Значит, дети. Я понял, дети здесь почему-то хотят учиться. То есть им как-то нравится, что ли, процесс нравится? Почему они хотят учиться-то? Ну, потому что, во-первых, то, что учителя, они как бы все конкретно объясняют. Если ты что-то не понял, то тебе они прям вот конкретно объясняют. И все рассказывают. И потому что, ну, это весело тут учиться. Учителя всегда улыбаются. И у тебя есть старания. Хорошо. То есть это как... А приятно, когда все учиться хотят? В этом что-то есть такое? Да, это очень приятно, потому что ты понимаешь, что никому не... Всем есть дело до учебы. И то есть, если ты у своего партнера, допустим, спросишь, а ты знаешь, сколько 2 плюс 2, он тебе 5 не ответит, а 4, потому что он хочет учиться. Это глубокие знания, чувствую, да, в школе-то. Ну, хорошо, хорошо. Значит, так, идем дальше. Они есть такое, что, скажем, подраться могут? Или, скажем, вот в этом смысле разница между школой раньше и школой сейчас? Ну, да, у нас вот в Алма-Ате в школе почти вот все время дрались. А тут, ну, лично у меня, я в двух классах был, один раз только подрались. Ну, они как-то злоди руксы или так просто пихаются? Ну, так просто пихаются. Так, нет такого, чтобы до кулаков доходило. Так, а что же они тогда делаются? Так, ну, они вот так плечами делаются. Так это они просто играют. Это просто, господи боже мой. Милые, бранятся, только тешишься. Ну, хорошо, ладно, ладно. Так, учителя, значит, в целом учителя. Отличаются отношения учителей, вот ты говорил, что отличаются отношения учителей к детям, детей к учителям. Вот в чем разница вот в этом отношении? Ну, учителя, как бы, они, как сказать, они прям добиваются того, чтобы ребенок понял. А, ну, в принципе, да, то есть... Ну, хорошо, а дети как-то уважительно к учителю? Да, они очень уважительно относятся, они так прям уважительно, и они, ну, всегда называют учителя не по имени, не по милии, а прям, ну, мистер, то есть, как бы, понимают... Они понимают то, что учитель старший их, и его надо услышать. Мистер. Да. Хорошо, я такой вопрос хотел задать, если, в принципе, ты на это внимание обращал, но вот дети, которые сидят в классе, наверное, и в Алма-Ате тоже разнообразная там публика, да, то есть, там есть и казахи, и русские, и украинцы, и карельцы, наверное, да, то есть, там разное. Вот у вас сейчас в классе, там, как, расклад какой? Ну, по нациям, как больше. Да, 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 такой этнический. Ну, сначала первое, это все больше детей, которые из Индии. Так. Потом больше людей, которые из Мексики, третье – японцы, и четвертое – китайцы, и только пятое – русские. А есть еще русские, кроме тебя? Да, одна девочка, Марина. Так, а в классе сколько у вас? Ой, я не знаю даже, не считал. Ну, хорошо, в классе двое русских, а то есть, японцы у тебя в отдельной группе, то есть, ты можешь сказать, кто японец, а кто китаец? Да. А как? Ну, вот, ну, потому что я с ними сблизился, и, то есть, как бы, я уже вижу отличие японца от китайца. Хорошо, а, скажем так, если из, скажем так, из европеоидов, кроме вас двоих, вот, с Мариной, есть кто? Там просто американцы белые какие-нибудь, или там, может? В моем классе нет. Француз, вот мама подсказывает, француз. А, да, 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 есть француз один. То есть, вы там в существенном меньшинстве? Американцев нет? Американцев, американцев детей нету? Нет, потому что у меня, как бы, английский не дотягивает до американцев, и поэтому я ВСЛ. Подожди, а как же из Индии дети ВСЛ оказались? Тоже не очень? Да, тоже не очень. Вот и господи. То есть, я думал, что из Индии они хорошо должны побить. Я понял, то есть, у вас не совсем, как бы, американская школа. Учителя уважают, там, еще что-то такое, там, мистер такой-то, миссис такая-то. Я понял, понял. Ну так, теперь переходим в девятый класс. Значит, девятый класс у нас тоже ВСЛ? Нет, только английский. Биология сейчас обычная. А что, кроме биологии английского уже все, там ничего нет больше? А? Кроме биологии английского. У меня еще есть алгебра 2, скульптура, искусство, academic support, это урок, где ты делаешь свою домашнюю работу и помогаешь другим студентам. И еще у меня есть французский. Так, хорошо. Но у вас в классе как там с этническим составом? А, всегда по-разному. Допустим, на английском, из-за того, что у меня с иностранцами, я там одна такая европеоидная, остальные это разные латинцы. И дети из Индии. Еще у нас есть 2 японца. Так. Допустим, на алгебре у меня есть русская подружка, у нас вот двое русских, и остальные это американцы и латинцы. А где же из Индии? Нет, у нас нет из Индии. Вот лично в моем классе по алгебре. Понял. Света, какой вопрос у тебя был? Американцы белые или тоже такие-то? Нет, американцы белые. Хорошо. А эти тоже учители уважают, мистер, миссис, стреляются к знаниям. Учителя говорят прям как с другом. Они очень часто обсуждают разные бейсбольные игры, шутят, прикалываются, что он старый, ему уже скоро на пенсию пора. Или один раз он сказал, что вот, извините меня за мой почерк, он неразборчивый, я его скоро исправлю. А этим пацанам сказал, что у вас мало времени осталось. Хороший комментарий. Да. Да, в принципе, да так же. О, можно я скажу? Давай. У нас в пятом классе у нас все время девочки дрались против мальчиков. Так, а сейчас? Сейчас вообще мальчик и девочки равны. А в Казахстане думали, что мальчик круче, девочка хуже. А девочки думали, девочка круче, мальчик худше. Из-за этого все вот, ну, мальчики не любили девочек, а девочки не любили мальчиков. А тут как бы все... Видимо, с возрастом это меняется так. Начинают любить эти те, хотя эти. Хотя в Америке, конечно, часто бывают, что девочки любят девочек, а мальчики мальчиков больше. Ну, это по-всякому. Хорошо. Значит, а у вас есть какое-нибудь, я извиняюсь, там, это, сексуальное воспитание? А, насколько я знаю, это у нас на физкультуре, в 10-м классе про это говорят. Физкультуре? Да, на физкультуре. У нас физкультура, в 9-м классе, это обычная физкультура, мы плаваем, бегаем и занимаемся фитнесом. В 10-м классе, вот я знаю, в некоторых школах у них полгода это обычная физкультура, они бегают, а вторая половина их учат водить машину. В нашей школе это вот говорят об этом всем и еще, как сказать, нутрищешься, о том питании. Да, питание. Слушайте, а вот с точки зрения того, чем кормят детей в американской школе? Ой, это полный ужас. Так, давайте про ужас, давай, начинаем с 6-го класса, чем кормят? Ну, я не беру ланч как бы в кафетерии, я с собой беру, а в принципе, поскольку я видел, там берут пиццу, гамбургер, я только два раза покупала в кафетерии, и я только взял салат. Так, это родители так учат или что? Нет, я просто... Или в Казахстане никто гамбургеров не ест? В Казахстане вообще только одни манты были. Дома или еще где-то? А, в смысле? Дома манты или всюду, куда не поешь, всюду манты? Нет, в столовой в Казахстане. Слушайте, неплохо. Ну да, 200 тенге за манты. Слушайте, а у вас там тенге? Да. Слушайте, у вас прям как русский язык тенга, деньга. Там уже все прямо так, хорошо, значит, а у вас там чего в девятом классе? В девятом классе у нас разные бургеры, пицца, и я на ланче, я на ланче, я сижу с разными друзьями, одна, допустим, вьетнамка, один японец и еще девочка из Гватемалы, они все покупают вот разные пиццы, бургеры, я там сижу одна, с одним яблочком его ем за пять минут, и потом на них такая смотрю и думаю, как вы можете это есть? И каждый день они так едят. Но они худенькие. Нет. А из Вьетнама? Из Вьетнама она, как сказать, она очень редко ест, и у нее огроменный, просто огромный, когда ты не еду, она берет, уходит, все, выбрасывает, стряхивает и закрывает его. Да, потому что ей говорят родители, что ей нужно, если она просто не хочет есть, то ей дают. Подожди, а картошечка там, фрайс нет, есть там? Нет, да, есть, конечно. Но вы едите фрайс? Нет. А почему вы такие? Ну, потому что мы как-то с детства, у нас очень трогая мама с папой, и они нас с детства, нас спрятали все разные конфеты, торты, у нас было такое, да, это было трудное детство. То есть, казалось бы, уже до Вьетнам добрался, уже могли бы и тортами, там, конфеты делать. Да, да. Ну, с другой стороны, нельзя, чтобы ее истощали, вот так тоже не сказать. То есть, может быть, родители правильно поступали. Так, а вот девочка из Гватемала, например, которая все это уминает, она так в теле? Ну, они полные, да. Они, сами по себе у них такая комплекция полных людей, а еще с фрайсом и гамбургером, они еще, еще больше. Хорошо, а вот есть такая тема, вот в обсуждениях между детьми, допустим, что надо хорошо выглядеть, что надо иметь как-то фигуру, спортом заниматься. Нет, нет, нет. Здоровый образ жизни. Нет, нет. Подождите, а вот из Индии дети, они, они в хорошей форме или такие тоже упитанные? Нет, ну, вот я заметила, все индусы, они такие, они довольно подтянутые, но они не пухлые, не полные, очень мало, потому что, ну, в основном, 30% людей в Индии, они вегетарианцы, они мясо не едят. Ну, и из-за этого у них уже на генетическом уровне. Так они, ну, они на физкультуре, например, могут там пробежаться или вот без того, чтобы там курочку съесть уже все? Ну, в основном они мало бегают, я не знаю почему. Так сил не хватает, да. Конечно, так, хорошо, трудно. Ну, ладно, так, то есть вам пока там нравится, в школе хорошо. Да, очень нравится. Отношение учителей к детям, сравнение. Да, давайте старше уже в хай-скул, как учителя к детям? Учителя к детям, они, ну, как друзья, они, допустим, если учитель беремен, он может сказать, что вот, как моя беременность проходит, все в этом рассказать. Так, ну, хорошо, а то есть много беременности или учителей? Ну, да, в принципе, не очень. Но есть. Ну, есть, да, парочку. Вот одна декрет ушла недавно. Так, хорошо. Но, а учителя, они, как сказать, ну, они не бывают, что орут там что-нибудь? Ну, нет, нет, они говорят с нами, ну, как на равных, грубо говоря. Они нам доверяют. Не слушаешь? Ну, не слушай. Мне все равно. Потом на экзаменах я тебя тоже слушать не буду. Хорошо. Да, да, да. Глаз за глаз. Ну, а, как сказать? Ну, они не обижают учителя. Вот, допустим, так, в Казахстане было ли такое, что учителя детей унижали, например? Да, иногда, да. А вот как в Казахстане учитель мог унизить ребенка, например? К доске вызывали. К доске? Это унизительно. Это привод в лицо. Да. А что, а у доски, говорили, нет такого года, вот вырастешь, дворником будешь? Нет, ну, да, это было и каждый день. Как? То есть это было? Без мозглой. Про дворником? И про дворника, и что не учим будешь. Ну, и самое страшное для всех это было к доске выйти на алгебре, ничего не зная. То есть они унижали тем, что того, кто не знает, к доске вызывают. Нет, чтобы вызывать отличников, правильно? Да. Вы знаете, как учатся дети рядом с вами? Хорошо, не учатся или плохо? Если честно, я даже не знаю, потому что нет журнала, и все выставляется в электронном виде. И, допустим, если он отличник, то я могу и не знать, что он отличник. Если, допустим, он в алгебре отличник, он может быть, ну, допустим, на физре троечником. Я об этом не могу найти. То есть дети не знают успеваемости других. Да. А свои успеваемости знаете? Да. Так, подожди, подожди, значит, все-таки, а в Казахстане, там известно, какие отметки кто получали? Все все знают. Можно я скажу? Да. Там, когда на математике кто-то двойку получил, у нас учительцы на весь класс говорят, у тебя двойка! И потом, типа, все унижают. А как унижают? Ну, типа, ой, у тебя двойка, фу! Это обычно девочки так делают. А когда ты к мальчикам подходишь, ну, ничего, бывает. То есть, а есть такое, гадь, ну, пойдем покурим там. Не-не-не-не. Никто не курит. А, нет, у меня один раз было, мальчики решили сделать сигарету, они взяли этот пластик от трубочки и туда засунули бумагу и подожгли эту бумагу. Это сигарета такая? То есть, вы в какой-то стране живете странно, где сигарет нету у детей. А, нет, знаете, я потом изо рта у них вот так выкинула, вы что делаете? Понятно, а здесь нет такого. Слушайте, а есть такое, что дети сидят на руке и жуют? Да, всегда. Жвачку жуют. Причем это нормально, и учителя, и дети. Что, вот эти индусы жуют? Индусы? Нет, у них эти индусы мало жуют. А кто жует? Американцы, в основном. Подожди, у вас же нет американцев там? Нет, есть. Есть белые, но алгоритм. То есть, белые американцы жуют жвачку? И жвачки нет, они и просто, вот допустим, на французском у них контейнер с едой не открывают и едят на уроке. Это нормально. Нам учителя задают на уроке, как сказать, маленькие, как сказать, презенты. А допустим, на последний урок она нам доказала у нашего учителя по кулинарии огромный торт, бух де ноэль, вроде бы так называется, это французский торт, традиционный. Так, но это все-таки на урок, это понятно, на урок. А так можно просто перейти со своим контейнером и есть много уроков. Да, нет, но это еще зависит от учителя, допустим, на алгебре есть нельзя, на французском можно. Да не то, что подойдет контейнер, раз тебе на голову. То есть такого нет. Ну что же, хорошо, то есть я чувствую, что вас в школе весело, вы с удовольствием туда ходите. А вот вопрос такой, а все дети идут радостно в школу или все-таки как-то говорят, ой, опять эта школа, ну слава богу, уже сейчас каникулы, а потом опять снова в эту школу идти. Дети, можно что, в школе? Клево, каникулы, сейчас погуляем, пойдем снова. Ну, некоторым, да, некоторым нет, очень много людей, которые как будто говорят, я так устал, я так устал, ты только проснулся, но ты уже устал, они говорят. Так потому что они ели весь день там на уроке, так они сейчас это устали, что ли. Господи, ну хорошо, ладно, то есть нет такого, чтобы там совсем уж плохо. Да, все хорошо. А вот насчет перемен. Перемены? Давайте вот что, сколько часов вы находитесь в школе именно на занятиях? Вот пришел на уроки там, что, в 8.30 начинается? У нас в 7.30. Ой, в 7.30 и до? И до ряда трех. То есть не слабо. Так, а в шестом классе? А нам часа на перерыв набит, да? Час. 45. В шестом классе как? Начинается школа вроде 8, где-то так, да. И до? И до 8.50. Нет, это не урок, а... Вообще, когда последний урок заканчивается? А, последний урок заканчивается 2.45. Хорошо. Какие есть перерывы? Есть обеденный перерыв, я понял, 45 минут. И еще перерыв 5 минут. Нет, ну это понятно там, между уроками. Еще и социально. Да, социально. Это silent reading, это урок, на котором ты сидишь и читаешь получше. И так кажется. Да, и мне это мой самый любимый, потому что никто там не орет. И я не вижу вот эти, как я не знаю, шапки индусов, потому что у нас индусы, они надеваются в какие-то вот эти шапки. Турбан? Ну не знаю, как-то так. И у них вот они вот такие. И я смотрю, и потом вижу черный стол вот так стоит. То есть у вас индусы не просто индусы, у вас индусы Настоящие индусы. У вас ситхи? Да. Так, я понял. Так, у вас ситхи, которые ходят в турбаны. А вы как-нибудь видели, что будете, если он с ними в турбан? Да, да, да. Так, ну-ка расскажите. Где я там? Она вообще, у нее желтые волосы. Еще и девушка? Да, да. Тоже в турбан? Да. Мужчина что-то носит турбан? Нет, мужчины и девушки. Так. У нее там где-то какие-то, ну, чуть-чуть беленькие волосы. И она, поскольку носила этот черный турбан, у нее все волосы были черные. Подождите, а у мальчиков? У мальчиков не снимали. А, то есть знаете, что будете снять? Нету. Там длинные, длинные волосы там, а у девочек таких нет. А, да, я вижу. Они с рождения не стригутся? Я просто вижу, там у мальчика вот такой вот стоит, лампочкой. Я спросила, что? Ну, я не знаю, там кругляшок. Шишка какая-то. И он чем-то набит. Да, 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 шишка. Я спросила, а что у тебя там? Он такой, волосы. Он такой, у тебя столько волос, волос много. Вот есть, есть. Я понял. То есть у вас там интересный контингент, куда взялся. Так, хорошо. А нет такого, что вот, допустим, которые в тюрбанах, они только друг с другом дружат? Ну, в основном, да. Ну, нет. У меня, да. У меня нет. То есть они как-то уже группируются? Допустим, дети, которые не говорят по-английски, индус, они в своей группировке общаются в основном. А те, которые говорят, они со всеми. Это, допустим, еще у нас очень часто говорят, что, вот лично в моей школе, что азиаты с азиатами. Ну, и так на самом деле есть. У них такие большие группы на ланч собираются. Ну, то есть на самом деле я понял из начала этого ответа, что все-таки они собираются по языку, а не по происхождению. То есть если они говорят на одном языке, а по-английски не говорят, то они собираются вместе и говорят на этом своем языке. Да. Хорошо. Вы приехали, знали по-английски что-то или так вот почти с нуля? Нет, я знала. Я до этого 8 лет в ланчской школе училась. Поэтому вас не поместили в ESL класс. Угу. Понял. Так, тут что? Я учил 5 лет, но как бы я когда приехал, мне было трудно, потому что там 5 лет учил в Казахстане, там почти все на русском, а тут все на английском. Они еще так быстро говорят. У нас учительница по математике, она вот так быстро говорит, быстро говорит. И в первые дни я вообще ничего не понимал. Ну, освоился. Да, освоился. Сейчас вы все понимаете или не очень? Я, да, в принципе. Я все. Да, тоже. Ну, хорошо, то есть полгода достаточно. Так, а пусть бы они забрали тебя оттуда из ESL класса, ты что-то там сидишь, что-то в тюрбанах. Я не знаю. А ты приходи в колл-пакет, да? Раз, 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 раз такое дело, вот они. Да, вот, и все. А из-за них не видно, что там на доске. Надо сказать учительное, там те, кто в тюрбане, пусть сзади сидят. Да. Потому что что ей пустят там. Да, пишите, как это самое. Интересно получается. Ладно. Так, что еще в школе есть? Учитель. Учитель, где кто сидит в классе. Учитель? Нет, учитель, да. Да, учитель. Учитель, ты сюда, ты сюда. Если не на свое место, то детеншн дойдет. Или один час, или два. Ты приходишь после уроков и сидишь. Без компьютера, без ничего. Это такое наказание. Да. Вот ты на безобразие, что тебя сажают, к принципу, в офис, да? К директору туда. И вот сидишь там на ковре, можно сказать, и ничего не делаешь. Это такое наказание. Ну, ладно. А вообще какая система наказания? Есть какие-то, кроме детеншн, есть какие-то наказания? Стеншн, Sunday School есть. Как? Sunday School – это воскресная школа. Так. Ну, я не знаю, несчестно, за какой-то проступок, но если все очень плохо, ты приходишь в Sunday School и сидишь в воскресенье в школе. Учишься или просто сидишь? Я честно, я не знаю, наверное. Я думала, учишься, наверное. Да? Еще я знаю, есть и сам Роскол, это летняя школа, когда ты заболел. Это не наказание. А, ну да, ладно. Да. Вы можете, на самом деле, ускоренно проходить какие-то предметы, вот допустим… Да, у меня так было с математикой. Да. То есть вы летом брали что-то, да? Нет, я сразу через два класса перескочила. Так, немножечко. Вы в девятом. Да. А математика? С одиннадцатым. То есть вы сдали вступительный тест и вас по тесту определили в одиннадцатом? Да, грубо говоря. Ну, хорошо, но вы можете что сделать? Вы можете еще взять Summer School, там еще и где-нибудь классы, там, если не с десятого, то с одиннадцатого. Мне сказали, что Summer School только для тех, кто завалил, и поэтому из-за того, что это будет очень легко, то меня туда не пустят. Понял. Потому что, в принципе, можно так вот понабирать побыстрее, и старшие классы там ходить куда-нибудь в City College уже там, где уже совсем народ взрослый. Ладно, а какие у нас планы на будущее? Стэнфорд. Стэнфорд, хорошо. По какой специальности? Медик, эндокринолог. Диабет лечить будем? Угу. Адемический золб. Еще раз? Эндонимический золб. Золб. Хорошо, а что если придумают к этому времени таблетку и весь диабет уже вылечат? Ну, эндокринология, она же не только диабет лечит. Да, а если от всего таблетку придумают? Ну, тогда войти. Войти. К вам. Видишь, как под Кузьмилов получается. Так, а у тебя какие-то есть планы творческие? Так, Стэнфорд. В Стэнфорде я буду учиться на программиста. Если уже на программиста, ну, там не будет, я не знаю, если уже программист не нужен будет, но я в это не верю, тогда я буду монтировать видео, ну, фильмы, потому что я это уже умею. Так, вот в каком инструменте монтируете? Ой, готовьтесь. Так. Фотошоп, After Effects, Premiere Pro. Так. Ну, если они в Вегасе, я там чуть-чуть знаю. По чуть-чуть. Ну, так, Меночка, а видео-то где твои? Какие? Ну, какие-нибудь, которые вы монтируете. А, они у меня на папе, на ноутбуке. Как на ноутбуке? А на YouTube? На YouTube? Я не знала, у меня нет YouTube-канала. Как нет? У каждого есть, ну что, сейчас не забанены, а на YouTube-канал. Значит, надо срочно канал. Вы что, это пропадает талант. Да, что папа? Ты можешь за деньги, конечно, монтировать кому-нибудь, но начни уже свои видео, что такое. Тем более, сестра такая, смотрите, вы можете вместе выходить, там, менять шагы, даже похоже, да? Вам даже, господи, это... Вы можете вообще вдвоем такой канал залудить. Я прям уже вижу. Да, весь Казахстан придет на вас смотреть. А вы по-казахски можете. Да. С вами Метцезбе. Астана был казахский, а Астанасы был в Мемлекет-стык. Как сказать, государство? Был в Мемлекет-стык. Сейчас, я сейчас не забыла. Я плохой казахский знаю. Нет, я хорошо знаю, на пятерку, но я чуть забыла. Ну, бывает, бывает. Что же, хорошо, ладно. А к вам, вот, если, допустим, на улице или там в школе кто-нибудь подходит, кто вас не знает, на каком языке? Вот Б такое, что к вам по-испански что-то пытаются говорить, или там, может, по-русски, или там на каком-нибудь языке, кроме английского. Есть такое? Кроме английского? Да, на чем-нибудь. Да нет, в принципе, только на английском. То есть вас не распознают, как японцев или там индусов или там... Нет. Если честно, все думают, что я или какая-нибудь француженка, или немка, но никогда не русская. И когда я помню, я пришла на алгебру, это был новый класс, и со мной хотела русская девочка. Я не знала, она русская или нет, я ей сразу по-русски. Ты новенькая. Она такая, о, ты русская, такая, да. То есть она могла оказаться француженкой. Да, а я к ней сразу по-русски. Понятно. То есть видно было или... Ну, да, как-то видно сразу русских. Все равно черты лица. Ну, хорошо. А что я как девочка-то... Да, ну да, французский учила, да. Вот поэтому сразу вот этот отпечаток, это принимается француженку. Ну, ладно, что же, ребятки. Есть, может быть, что-то такое, что хочется рассказать? Сами вот как-то изнутри вот так вот. Чего я не спросил, но вот надо сказать. Ну, у меня есть несколько смешных историй, потому что это первые дни. Ну вот, нам учительница рассказала про пассы, то что, ну, разрешение. Ты даешь ей разрешение и можешь пойти там в туалет, в свой локер. Пропуск так. Да, пропуск. И вот мы приехали, и я как бы привыкал к этой еде, потому что она другая, и мне пришлось ходиться часто в туалет. Пока привыкли, конечно. Да. И я пропускал пять пассов в туалет, и потом на шестой пасс мне просто пассов не хватило. И я сидела на четвертом уроке, вот так вот вдохнул. На меня учительница спрашивает, с тобой все хорошо? Я такой, да, 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 да. Проходит где-то 10 минут, и я быстро бегу в туалет, потому что у нас пять минут перемены, быстро делаю свои дела. Так. И потом говорю, спрашиваю учительницы, а без пассов можно в туалет ходить? Она такая, да. Я такой, да. Оказывается, на эти пассы еще можно было повысить свою оценку в конце четверти. Ты им даешь пассы и повышаешь свою оценку. То есть, чем больше в туалет ходил, тем больше оценки. Так, хорошо, так. Друзья, мотайте на ус, мотайте на ус. Так, а у вас что там происходит? У меня было с физкультурой. Сначала мы бегали, как надо сказать, первые, наверное, недель семь. И потом у нас было плавание. И плавание это было самое ужасное. У нас шоу начинается очень рано, в 7.30, и в 7.30 очень холодно. А мы в купальниках, укутанные полотенца, стоим и ждем учителя. Она собирается очень долго, ну, наверное, минут 10. А мы стоим уже все-таки продорогшие. И видно, как из воды пар поднимается. И сейчас она выходит из своего офиса в куртке, в очень высоких носках, в теплейших, наверное, трикотажных штанах, в шарфу и в шапке. А мы в купальниках, некоторые в литине стоят, босыми ногами на бетоне, и ждут, пока мы в эту воду зарезем. И когда мы залезли, я не знаю, мы какие-то, я не знаю, я не знаю, блин. Мы все за в ком, это было очень холодно. Мы в 7.30, в бассейне, температура за окном плюс 5, учительница в шапке, в носках, я не знаю, укутанная, очень тепло. А мы в купальниках, в этой, просто, в очень холодной воде. А вода холодная. Вода холодная, она, да, она греется, но что-то незаметно, если честно. Прохладно, да? Да. Градусы встал, 18. Продолжаем. Блин, и самое ужасное, когда ты пропускаешь урок физкультуры, и тебе нужно сделать, как сказать, арренджмент, в общем, связаться со своим учетом физкультуры, что ты после уроков приходишь, и если ты пропустил неделю бега, то ты отбегиваешь в 2 раза больше, а это где-то, ну, наверное, километра 3 за такой самый слабенький день. А если ты пропустил урок плавания, я их пропустила, наверное, штук 8. Я потом круги по бассейну наматывала. За один день? Нет, мне не хватило. А то вредно для здоровья, такие перегрузки-то. Ну что же, хорошо. Так, какие еще истории у нас есть? У меня еще есть история с локером, потому что у меня были проблемы с локером, потому что там инструкция на английском, я еле как все понимал. Давай только мы объясним, что такое локер. А, ну локер – это специальный ящичек, твой личный ящичек, и от этого ящичка у тебя есть пароль. И ты вводишь этот пароль, открываешь, и там ты можешь хранить всякие книги, дневник. Потом наступает урок, ты открываешь свой ящичек, берешь книги и идешь в класс. Те, кто фильмы смотрят про американскую школу, те видели. И вот, у меня были проблемы, у нас были очень старые ящички, и я вот пришел в школу, такой, блин, надо попробовать опять открыть свой локер, а то у меня что-то не получается. Открыл, с первого раза. Да, я открыл! Потом туда сразу ложу свой ланч, ну, чтобы покушать, закрываю. Приходит время ланча, я пытаюсь открыть свой ящик, но у меня не получается. Потом ко мне подходит тетя и говорит, а у тебя есть пас? Я такой, нет. Она меня не услышала, я опять спрашиваю, так у тебя есть пас? Я такой, да. Потом, покажи мне его, у меня, а где? И потом она опять, у тебя есть пас? Я такой, нет. Так, мальчик, на каком языке ты говоришь? Я такой, русский. А, ну тогда иди на ланч. То есть, а ящик-то что в итоге? В итоге я где-то через неделю его научился открывать. Подожди, давай так. Первый раз, когда ты открыл ящик, он вообще был без пароля, да? Без замка? Нет, с паролем. А как же ты открыл? А нам учитель дал листочки, и на этих листочках был пароль. А, я-то подумал, когда ты рассказывал, что ты открыл, а он был не запароленный, ты положил туда свой ланч, ушел, потом пришел, ланча нет. Я уже, я так подумал будет. Ну ладно, хорошо. Русский, все, без буфет. Да. А я не смог объяснить то, что у меня там ланч. Ну, можно было жестами, знаешь, что-то. Да. Ням-ням. Ням-ням. Хорошо, ладно. Еще истории какие-то? У меня тоже были просто огромнейшие проблемы с локером. Я, наверное, месяц без этого локера жила. У меня он просто... Ну, у меня просто ничего не было. У меня, в принципе, он не нужен. И мне каждый раз открывали просто совершенно незнакомые люди этот локер. И только, наверное, через сколько... Ну, месяц вот... Как я была в школе, я его научилась открывать. И то, это было так сложно. Каждый этот поворот. Еще нужно слушать, там он скрипит или нет. А у меня еще было семь разных комбинаций от этого локера. И никакая у меня не открывалась. Я прихожу в офис, говорю, вы мне что за локер дали? Почему он не открывается? И такие... Блин, да? Ну, ладно. Бывает. И все. И как бы на этом все. Я даже его не поменяли. Но потом, я, слава богу, научилась открывать. И то, это был восьмой. Это была восьмая комбинация, которую мне изначально не выдали. Ну, значит, в итоге, я хочу сказать, они правильно поступили, что не поменяли. Да. Потому что проще научиться открывать, чем менять локер, который все равно не откроется потом. Да. Так. Ну что же, хорошо. То есть, про локеры мы поняли. Так, а вот девчонки, они там, например, принаряжаются, там, какую-то косметику, может быть, что-нибудь глазки, там, губки, там, что-нибудь такое. Это зависит от дня. Вот, допустим, в понедельник и в пятницу все ходят в пижамах в основном. В пижамах-то как? В обычных пижамах. В обычной, да. С кровати встали. Единственное, тапочки могут поменять на кроссовки, и все, и пошли в колу. В колу. А то, знаете, некоторые и в тапочках приходят. А во вторник? А во вторник? Ну, во вторник это же не очень. В основном, вообще, наряжаются как-то в среду, потому что... С мальчиками. Уже как-то проспались. Да, проспались, и у нас как раз школа начинается не в 7.30, а вот именно в среду она в 9 начинается. Есть время тебе старбакс взять какой-нибудь, накраситься, накрутиться, и сделать макияж, который она смоет все равно после урока физкультуры. Но все равно, зато она будет красивая. Зато она красиво до школы дойдет. А есть такое понятие красиво одеться? Красиво одеться? Есть форма? Формы нет. Это и хорошо, и плохо, потому что, с одной стороны, это и дисциплинирует, а с другой стороны, она так надоела мне за 8 лет учебы в Казахстане. И здесь такая, наконец-то, свобода. Так, хорошо. Значит, у детей есть такое, что они там на шмотке смотрят, ой, какая у тебя косточка, ой, какие у тебя модные там туфельки. Ну да, иногда есть. Я даже удивила, что учителя говорят, вот допустим, ой, Катя, у тебя это новые кроссовки? Я такая, да. Они такие классные, я такие же хочу. Учитель спрашивает, кроссовки. А в Казахстане вам бы пришлось, маме пришлось бы ей принести такие кроссовки, если бы она так сказала, правда? Это тебе двойка за чем-то. Кто-то, подождите, я разговаривал с человеком, который, на круизе мы сейчас были, и там мужик на Аляске жил много лет. И он говорит, вот я на Аляске жил, мы там работали, в государственных каких-то структурах, и он говорит, там были вот индейцы, ну такие настоящие, американские, вот оттуда. Он говорит, но они никогда, вот нас, белых, говорят, американцев, никогда в дом не приглашают. Я говорю, а чего не приглашают? Он говорит, ну понимаешь, мы приходим, у нас манера такая, ой, какая у тебя там тумбочка, ой, какой у тебя там пувшинчик, ой, какая картинка. А у них, если человек такое сказал, положено ему подарить. У нас это то, что, кстати, в Казахстане, у нас есть такая традиция, я не знаю, сейчас она дожила до наших дней, но раньше, если ты заподнишь, и все, что тебе нравится, ты можешь забрать. Я на тарах не пишу. Да, есть такой анекдот, я не знаю, как для детей, про зайца и лису, но не буду рассказывать. Значит, идем дальше. Зрители наши там напишут, если что, в комментариях. Ладно, так, давай еще историю. У меня, в принципе, все. У меня продолжение следует. Так. Ждите вторую часть. У нас была неделя, она называлась Homecoming Quick, и каждый день у нас был тематический. Допустим, в один день мы одевались как серферы, в другой день, как байкеры. Сейчас я скажу, в последний день мы приходили просто в пижаме, и меня мама не пустила в пижаме. Я выхожу уже, проснувшаяся, радостная, в пижаме, одеваться, приодеваться не нужно, есть на кроссовке, и все. Меня мама не пустила банально, она сказала, ты что, в пижаме пойдешь? Меня просто не пустила, мне пришлось переодеться. Где? Ну, дома. А, не то, что пришла в школу и снова в пижаму. Нет, я понял. Хорошо, дома пришлось переодеться. Да. Так, ну ладно. Но в школе тебе не было за это нагоняя какого? Нет, это в принципе, приедевайте кто хочет. Это пожелание. То есть, пришел в понедельник в пижаме, с собой коробка еды, сидит, значит, в пижаме на уроке, тяп-тяп, эту еду оттуда. Потом, значит, вообще хорошая жизнь. Значит, это дисциплинирует в целом. Слушайте, а вот с точки зрения еды, дети, которые из разных культур, там, японская, вьетнамская, там, из Индии, они носят с собой еду свою? Некоторые, да, носят, некоторые, допустим, ее в кафетерии берут. С собой, просто принесли и там съедали. Да. А есть такое, чтобы вот там угощать, там, вот ты никогда не пробовал нашего, там, майлд, совершенно майлд, съел кусочек, потом красный бездельный. Нет, если честно, нет. Ну вот я знаю, у Ромы, у Ромы был какой-то день специальный, и они свою, настальную еду приносили в класс и пробовали. Так, ну вкусно было? Да, очень. Ну, я, правда, только одни суши ел. Так. Потому что, потому что, другие, они как-то выглядели, выглядели. Подозрительно. Да. У мексиканцев, там, вообще, там, курочкой, каким-то красным, красная курочка, я такой, что это такое? Курочка? Обычная курочка, только в красном. Да, как в колпачке. Света, что за вопрос у тебя? А портфель у вас тяжелая? В портфеле? У меня, вот, я с собой книгу притащила по биологии, она, наверное, килограмма полтора весит, в ней тысяча... Куда притащила-то? Сюда, она в машине лежит. в машине, так. В ней 1145 страниц, она нереально тяжелая. Наука такая, много всего, много знаний накопили. Да, да, почему у них все книги по тысяче страниц? Ну, вы распортили на тележках? Нет, я ношу, есть книгу, которую я беру с собой, это алгебра. По белке у нас у учителя есть свой сет, и мы им пользуемся. На французском мы вообще книгу не открываем. А чего так? А как же знать, как правильно? Она, в основном, говорит, вот, мы, допустим, у нас у учительцам, когда проходили цифры, у нас не было такого, что вот ученика вызвали к доске, и он говорит, считает, э, дотро, мы выходили к туалету, она там стояла, и мы ей считали, чтобы никто не слышал, чтобы детям не было стыдно. Я тут сразу вспомнила. Я тут сразу вспомнила, мой какой-нибудь немецкий, это где учительница нас вызывала к доске, и мы ей считали, еще алфавит рассказывали, после этого отвечали, на вопрос на немецком это было ужасно. Происхождение, произношение отрабатывали, да, два, четыре, есть такое? Да, есть. Учительница, она сама, откуда французский знает, может она из Льетнама приехала? Нет, она из Канзаса, и сначала, я когда к ней пришла, это был мой первый день, я так облажалась, я ходила не по тому расписанию, мне, моё, как сказать, мой скеджу, моё распространение изменили, а я об этом не знала, я ходила по старому, а меня нигде в списках не было зачислено, я вообще, у меня французский был третьим, я пришла на четвертый английский, вторым, я пришла на пятый, физкультура, ну ладно, первая, я пришла на первый, и она мне спрашивает, по-французскому, откуда ты? Я ей говорю, я из Казахстана, я послушала, что я из Канзаса, и она из Канзаса, она мне как, она двой, с каким-то ужасным канзасским акцентом говорите, она такая, что вы говорите, я же из Казахстана, я вас не понимаю, она такая, а, ты из Казахстана, ты из Канзаса, и на обычный славныйский, калифорнийский перешла. То есть она может, и так, и так может. Да, она и так, и так. Ох ты ж, ё-моё, я знаю, как они, но в Канзасе, да, ну, может, когда-нибудь и канзасский начнете, может быть, понимать. Ну что же, ладно, я думаю, что мы повеселили наших новогодних зрителей. Так, давай. У меня еще есть одна история. То есть у нас есть, как бы, стафф, ну, люди, которые помогают в школе там, убирают, ну, уборки, да, сотрудники. Ну и вот, этот сотрудник, он на, ну, уже был Крисмас, как бы, и он решил надеть шапочку новогоднюю, прийти в класс и всех поздравить. Но у него этой шапочки не оказалось, и он надел шапку какашки. И он пришел в класс, на него ученица смотрит, он стоит в шапке какашки и всем желает добра, счастья, здоровья на Крисмас. Ученица такая смотрит и спрашивает, а почему мы надели шапку какашки? Он такой, а у меня просто не оказалось такой шапки, ну, шапки для Крисмаса. Да, ну что же, то есть человек, а он откуда сам? Вроде из Мексики. Да, ну, господи. Ой, чего было, то и одел. Ладно. Я чувствую, у нас вообще веселое такое заседание, что поймут наши зрители об американской школе, я не знаю. Вот, но, а вот давайте последнее, а там есть такое, что скажем, опоздал, или как-то, ну, я не знаю, как можно себя плохо повести, вот чтобы так на тебя сильно рассердились. Вот за что сильно рассердиться? Если честно, некоторые дети, они вот себя просто по-хамски ведут, но учителя, они к этому спокойно относятся. Ну, по-хамски это как? Ну, не слушают, вот опять же, еду кидает иногда. Куда? В друзей. На уроке? Да, иногда. А учитель даже не видит. Она может не видит, ну, хотя, знаете, мне кажется, она видит, но она просто на это внимание не обращает, потому что она дает все этого человека, ну, его, как сказать, не переделать. Окей. Вообще, если бы она любила детей, она бы им подзатыльники давала, Да. Чтобы они больше так не... Ну, не давит, нет подзатыльников, линейкой по рукам не бьют. Да. Нет, на горох не ставят, коленями. Нет, то есть, ушли от классической модели. я знаю, раньше в Америке нам учитель по биологии рассказывал, он один раз, я что-то не помню, он очень сильно провинился, его учитель, нет, не учитель, а директор, вызвал к себе в кабинет и ремнем бил по запене. Директора? Да. Нет, нет, директор, директор моего учителя, да. Учителя, я думаю, это что учитель рассказывает? Да, в детстве. А, в детстве? Да, в детстве. Ну, в детстве, конечно, кого учителя не били-то. У меня бабушка училась в гимназии, при царизме, и говорит, что вот надо было сидеть, спина прямо, руки за спиной, когда учитель ходит по классу, разговорит, а если кто руки на парку положил, ну, вот примерно так, да, раз линейкой по рукам, ну, чтобы за спину. У нас учительница по-русскому, она вообще была сумасшедшая, она нас вечно водой обливала в Казахстане. Она гуманистка, она водой, это могла быть гораздо тупо, это можно поливать чем-то совершенно мерзким, во-вторых, это же не бить, там, ничего там, на лице не рисовать ничего, нет, это она гуманная, да, водой, это она игривая просто, была учительница. Ну, то есть, русский язык в Казахстане знают, я чувствую. Нет, да. Вот, пожалуйста. Что очень странно, нам она говорила, что в Казахстане русский язык, он самый чистый, потому что в Москве акают, где, где, в какой части России говорят очень медленно, в какой части России говорят очень медленно, где-то акают, акают, и все так далее. Да. Типа, у нас он самый чистый, так что приезжать в Казахстан, учить русский язык. Это вообще оригинально, да. Причем у нас с этим, это все знают в Казахстане, но никто вообще этого не знает, мне кажется. А я, знаете, встречал в Америке людей, которые учились, но не в Москве, там Питере, там где-то, а в таких каких-то местах. Вот, например, был один Эфиоп из Донбасса, ну, он там учился. И так вот он с таким, знаете, украинским прононсом, и, значит, я говорю, так ты помнишь что-то по-русски-то? Он говорит, ну да, конечно, Донбасс, город Шахтеров. И самое интересное, это когда какой-нибудь Эфиоп из Грузии, ну, смотрите, учился где-нибудь в Грузии, и он там по-русски так здорово говорит, с грузинским акцентом, думаешь, ну, как же он там может так? А вот запросто. Ну, у меня, допустим, была одноклассница есть, она грузинка, она знает и грузинский, и казахский, и русский, у нее нет фрезерного шейня, ну, акцента по-русски. То есть она жила в Казахстане? Угу, но они все родились, наверное, из-за этого, но причем дома они говорят по-грузински. То есть они сохранили грузинский, и так, ну, что же, молодцом. Ладно, ребятки, давайте я вас отпущу, пошли гулять, правда? Все, и те, кто нас смотрит, давайте мы им всем помашем рукой и скажем, с Новым годом! С Новым годом! Удачи Нового года! Желаю здоровья, счастья, всего хорошего! Да! Да!